Я уже показывала эти картины, заказанные на Авито. К ним сделали новые рамки. Вот эти две картины, они разного размера. И именно рамками их выровняли. И этому коту сделали рамку. Теперь он выглядит совсем по-другому. Рамка очень украшает эти картины. Они одинаковые, да? Одинаковые. Это вот у нас часы на даче в такой же. А это та, которая была. Одна картина пришла со сломанной рамкой. Слава ее просто склеил. Вдруг пригодится. Новые рамки, которые сделал Слава хорошо, сочетаются со старыми. Точно в такой же рамке у нас часы на даче. Часы, которые связала моя сестра. Да, и немножко про картину, на которой изображена девушка. И я вдруг вспомнила, что у нас есть кукла в таком же национальном костюме. Она в головном уборе замужних монгольских женщин. Самая интересная здесь прическа, которая имитирует рога коровы. А корова для монголов является символом свободы и кочевой жизни. Это одна версия. А по другой версии прическа имитирует не рога, а крылья некой мифической птицы. Вот так постепенно вырисовалась история этой картины. Ну а это висит здесь. И тоже точно в такой же рамке. И как мне кажется, хорошо гармонирует и с зеркалом, и с подсвечником, и с камином. Ну и чудеса монтажа. И мы на даче. Отсюда все достали. Колбаса. Так. Это все Анюткину. Ань, твои осьминожки готовы. Я хочу колбасу. Колбаса в окрошку мама порежет. Ты видел, какие я тебе осьминожки каких сделала? Они тебе улыбаются? Идем. Стоп, смотри. Колбаска. Так. Слава, а как ты думаешь, арбуз мы сейчас будем? Попозже, да? То есть сейчас окрошка и так много жидкости. Во, какой купили по дороге. Большой-большой. Ой, а гортензия вся. Вот ведь как я была не права. Не обстригала гортензию. Думала, что будут мелкие. Слава, ты посмотри, какие огромные шапки. Ты посмотри. Надо будет огурцы еще там срезать для Анютки. Ой, ну вообще. Ну, красавица. Девять и виноград еще надо будет обрезать. И вот эти все. Просто вот так раз и выдергивать. Они сейчас легко из земли выходят без луковицы. Так, ну ладно, это уже тогда после обеда. Ты налил воду-то? Налил? Вода теплая? Ну ладно, пойдемте обедать. А то девчонки там заждались. Саша уже все порезала. Пойдем. Куда ты улегся-то? Пошли обедать. Там уже все готово. Ты со сметаной будешь, окрошку? Без? Мы тебе поэтому и не положили с Сашей. А ты открыл уже? А, ну давай, наливай. Пошли, подарок возьмем. Малышка, это тебе. Глазастик. А это маленький подарок. Сейчас давай. Давай, неси. Мама, я хочу поздравить. Бабушка тебя хочет поздравить с чем-то. И ты тоже, и с дедушкой. Подожди. Мне нравится. Сейчас мы тебе покажем, как у Светы водоемчик. Она отсюда, вот отсюда перенесла его. Туда. О, смотри, вот видишь шарики. Синеголовник. Пошли. Тихо ты. Вот, смотри, у Светы прудик. Иди сюда. Нам надо, кстати, сходить к Свете, потом гостинички отнести. Мы ей привезли. Вот, видишь, она как сделала. Он, этот водоем, она перенесла вот из угла. Там они будут хозблок строить. Видишь? Ее нет здесь. Свет, ты уж прости, мы снимаем без тебя. Так, все, пошли. Дедушке показали. Вон сколько летит. Давай, Аня. О-о-о. Видишь, сколько летит? Дедушка ушел. Хочешь на детскую площадку? Давай, только ненадолго. Много детей. Ну, посмотрим сейчас сколько. Я не думаю, что сейчас много детей. Ой, дедушка, домой пошел. Осторожно, Аня. А то сейчас будет курица в полете. Да, похоже, там много. О, сколько там велосипедистов. Туда поехали, да. Будешь качаться? Ну, давай. Я тебя подож... Ой, господи, чуть не упала. Так, давай-ка ты пока качайся, а я делом займусь. Формочки соберу все в одно место. Ну, лопата какая. Аня, смотри, какая лопата. А совок как у нас. Это сокровище можно отыскать. Да, сокровище можно отыскать. Ой, как далеко разбросали все. Давай я тебе отдряхну ножки. Ты вся в песке. Давай второй тоже. Ну, песка набрало сколько. А хочешь босиком бегай? А можно? А почему нет? Я тебе разрешаю. Я тебе разрешаю. Конечно. Давай бегом. Потом ножки помоем. Все равно бассейн дедушка тебе налил. Только смотри аккуратно, не наколи ножки. Давай сейчас ножки чуть-чуть ополоснем. А то они у тебя все в песке. Так, я тебя только буду держать. Ой, видишь? Дождик по озеру, видишь? Капает. Так, давай я сейчас сюда ставлю твои топотушки. Ой, руки у тебя тоже все в песке. Так, стоп. Вот это вот, видишь? Вот это камень. Вставай на него ножкой. Всполаскивай ножку одну. Камушек, вставай двумя ножками. Не бойся, я тебя держу. Не бойся. Поворачивайся ко мне потихонечку. Поворачивайся. Держись за меня крепко. Угу, поворачивайся на камушке. Не бойся, я с тобой рядышком. Поворачивайся. Не колка? Колка. Колка. Шагай одной ножкой. Нет. Это кто у нас? Мешок с опилками. Ой, смотри, там пузыри пошли. Здрасте. Во. У тебя полосни. И вторую тоже. И вторую. Смотри. Это у нас сломанное. И вот еще сломан цветочек. Ань, я еще один нашла. Держи. Куда побежала, господи? Электровейник. Куда? Так, ну и что надо? Надо немножко еще гортензии. Пару веточек. И будет у нас красивый букет. Те, которые на земле лежат. Раз. И вот эти, например. Аня, что-то ты в детство у нас впадаешь. Ну, дождь-то не сильный. Пусть бегает. Пошли в вазу букет делать. Смотри, какой у нас букетище. Ой, поди. Ну что? Еще будешь дергать? Да. Давай. Все. Давай, дергай. Видишь, Аня, как легко. Сейчас хорошо. Молодец. Давай все. Клади сюда, дай их. А то они уже все не украшают наши клумбы. А наоборот мешают. Да, они уже ни к чему. Они мешают красивые. Вон еще, Ань. Вон там. Вот он, вот он. Анютка, вот. Я перебежу. Перебежу? Ну, перебежи. Все-все тогда пройди сама, а я пойду убираться. Хорошо? Ну, я рядышком буду. И вон последний. Вон еще один, Анют. Вот он, Ань. Вон, смотри, спрятался. И вон еще здесь. Да, и там ты их собери, и все в одну кучу, но дорожки сложи. Хорошо? Все, я пойду свои дела делать. Сейчас сделаем красивый-красивый букет. И здесь уберемся. О, красота такая. Вот маленькая хозяюшка, да? Помощница наша. Так, вот это, наверное, слишком длинный. Так. Лишние листья оборвем, чтобы не гнили. А, слушай, Анютка, нам же еще с тобой, знаешь, что надо нарвать? Немного листьев хосты. И тогда букет... А где хосты? Где хосты? Сейчас тебе покажу. Куда ни глянь, везде хосты. Где хосты? Я сорву. Сейчас вместе с тобой сорвем. Сейчас, мой милый. Хосты, вот, пожалуйста, как ты думаешь? Иди сюда. Это я уже оборвала девичий виноград. Лезет везде. Так, смотри, у нас есть такие листья. Вот такие листья. Может быть, вот таких? Или вот обычных. Потому что там цветы... Много цветов. И когда пестрые, возможно, и не надо. Только знаешь их как? Я тебе сейчас покажу. Один сорву, а ты так же рви. Смотри, видишь, вот чтобы была ножка вот такой длины. Давай. И теперь мы сюда добавим листья хосты. И у нас с тобой получится красивый летний букет. Знаешь что, давай неси ведерко свое. И мы в него сложим весь мусор, а потом отнесем в компост. Давай. Вон там ведерко твое. Ты что, там борщ варишь? Да не борщ. Паша, а что? Не знаю, как назвать. Ну ладно. Вари, а я завтра буду борщ варить. Чуть-чуть расправим. Ой, с гортензией сыпется. Осыпается много. Ань, ну как у нас с тобой букет получился? Нормально. Нормально? Ну хорошо. И что же это у тебя за суп получился? Я еще не придумала название. Не придумала? Как же мы его назовем? Ммм, наверное вкусный. Хочешь попробовать? Хочу, конечно. Ну-ка. Я хочу вот с этими. Понятно. Ну-ка. Ммм, слушай, вкусный. Мне понравился. А это что у нас такое? Десерт. Десерт. Ммм. Паша, еще. Слушай, а у нас столько супа, не испортится он у нас до завтра-то. Мы же сегодня все не съедим. В холодильник уберем. А это у нас плита. Можем сильнее делать огонь. Можем слабее сделать огонь. Вот так вот у нас все есть. Не улетай. Попозируй нам немножко. Я покормила его. Молодец. Хороша ведь? Вот это тоже нужно оборвать. Пятнистый стал. И вот эти ромашки, они уже отцвели. И сходят они каждый год, где хотят, где им удобно. Я их не оставляю. И вот так убираю. Выдергиваю пустом. Вот и все. Впрочем, так же, как и эти колокольчики. Всходят везде. А вот коника, мне кажется, все-таки погибает. Что мы не делали. Может быть, у кого так было. Ни разу у нас такого не было. Обычно она где-то через недели-три, ну, через месяц, опять становится зеленой. А здесь, похоже, что... Что это? Даже не знаю. И у второй коники, около входа, то же самое. Достали, выкопали водоем. Вернее, достали из земли. Здесь уже по максимуму. Сейчас немножко еще потопчу. Засыпаем. Утрамбовываем. Мне нравится, как у Светы. Водоем этот сделан. Как песочница в опалубке. Может быть, здесь так же сделаем. Ну, не знаю. Я вообще хотела его убрать. Ну, можно и в опалубке сделать на какое-то время. Тем более, его легко перенести с места на место будет. Разобрать и убрать. Здесь что-то просится. Я забыла показать. Красавец. Бузульник. Но он уже отцветает, конечно. Аня, посмотри, какой красивый, желтый. Как свечи, да? А осенью листья у него станут, как кленовые, желто-оранжевые. Сорт называется Бузульник Пржевальского. Понятно. Есть у меня еще один сорт. Отелло. Отелло, пошли. Пойдем, покажу. Отелло. Дай пока брошусь сюда. Пойдем, покажу. Отелло. Нам еще надо крыжовник собрать. Красную смородину. Черную смородину. Тоже уже. Бабушка, белую смородину. Созрели. Нет, и красную, мне кажется, еще рано смородину. О, как она висит. Нет, надо собирать. И поставить вино. Надо будет еще огурчики собрать. Что-нибудь наросло еще. Доронику, сухие ветки. Здесь тоже надо немного порядок навести. Девичий виноград тоже везде лезет. Оборвать. Опа. Ну и, конечно, надо камнеломочку. Что-то цвело. Все обобрать. Подросли. Вон какие уже. Здесь тоже можно оборвать вот эти ветки. Они отцвели. Красоты больше не дают. Сейчас будет карабкаться. Дверь открывать, Слав. Слышишь, что-то гремит там. Санька сейчас придет. У дочки последние недели отпуска. Саша, зять, пошел на работу сегодня. Ну, а мы на дачу. Вот это неси к мангалу. Да. Вперед. Сейчас я заодно это возьму в компост. Опа. Надо потом маму попросить, чтобы дорожки промела. Вперед. Ой, Аня, потом вот это вот еще к мангалу отнесем. Они тоже сухие, некрасивые. Может быть, мы сюда поставим листья хосты в банке. Вот так и ходим. Анютка несет. Я собираю. Вот, смотри, что камнеломка надо оборвать. Сухие ветки. То, что отцвело. Хочу показать. Две покупки из магазина FixPrice. Бутылку. Бутылку. Не знаю, Анютки или мне пригодится в спортзал брать. Такая просто откручивается. Пластмассовая. Такая симпатичная. Ребристая. И под фрукты купила. Такую прелесть. Я не знаю, кто это. Дракончик. Черепаха. Ну, не обязательно, конечно, под фрукты. Подо что угодно. Такие смешные. Не знаю, как они называются. Ой, упала. Так, это, по-моему, голова не в ту сторону. Вот так. Ух ты какая. Так, немного голова отвалилась. Но ничего. Где-то я уронила-то. Вот она. Интересно, они стоят? Стоят. Ну, бабушки самой в пору играть. Этот, наверное, плохо будет стоять. И это что-то не стоит. Голова перевешивает. Ой. А это мы пойдем к Свете. Ей отнесем. В знак благодарности она наши огурчики приходила, полила. Мне хочется сюда тоже поставить цветы. Но склеивали кувшин. В одну зиму он почему-то треснул и отвалилось полностью дно. Наливать воду сюда нельзя. Он не будет держать. Нашла банку. Туда поставлю. Вот и все. Здесь хвост с белым. Ой, красавица. Что-то как-то не туда гнется. Сейчас помоем. Я пока сюда тарелки принесла. Не надо в бочке. Давай, может быть, из шланга лучше. Сейчас. Иди сюда поближе. Тут вода открыта. Ага. Переворачивайте. Тамар. Какой красный. Да, Ань. А куда мы это? Это я теперь. Ты это не будешь ездить, нет? Куда ты руками лезешь? Давай тарелки расставляйте. А тарелки все под арбузом. Слав, приподними на секундочку. Вот так вот. Саша, садись. Интересно, сладкий? Не нужно размораживать на тарелке. Аня, ты любит это. Ты будешь, Аня, лепешку, мама жарит тебе с сыром? А? Ничего. Устала. Она сегодня набегалась. Устала. Ничего не болит? Аня, подворачивай. Аня, подворачивай. Все, подруменились. Сегодня на завтрак будет манная каша. Надо будет ее достать. Сyal, надеюсь. Продолжение следует... Аня. на обед сегодня будет борщ сейчас бульон сварю каша готова будем завтракать час еще бутерброды сделаем какие-нибудь и все все каши готовы ассистентка шагай не балуйся у нас в основном все для дачи ну почти все ну давай по порядку небольшой заказ фаберлик сейчас ассистентку причешут придет будешь помогать да показываю заказала сюда нам на дачу бейсболки бейсболки здесь все старые а может быть какую-то и в москву возьму вот видно какие они легкие дышащие хлопок размер 55 58 вот за счет этого замочка можно как-то откорректировать размер по голове у меня такая голубая я уже брала москве нашу вот взяла бежевую и черную точно такая же в основном состав хлопок дышащие правда очень комфортные бейсболки сюда на дачу взяла шляпу а вообще мне понравилось на картинке в каталоге как эта шляпа джинсовая курточка белая футболка и вот эта шляпа она довольно плотная чем хорошо поля можно сделать как угодно дают можно и наверх вот ассистентка пришла и как хочешь тоже хлопок в основном хлопок по моему 85 или 95 процентов хлопка давай анюта карандаш для бровей конечно он больше подходит для блондинок сейчас сниму вот такой ассистентка давай вот такой цвет видно надеюсь что видно давай так вот еще между прочим хорошо что он вот так мягко ложится не будет размазываться так анюта давай-ка дальше какая у нас две банки витамина d 2000 единиц витамина d как правило тем кто живет средней полосы не хватает за того что немного солнца и еще мы с анюткой взяли вот такой органайзер для витаминок анют покажи как он открывается закрывается на такая коробочка прям здоровская открывай вот и все здесь витаминки закрывай прям коробочка вот здесь вот силиконовая прокладка очень мягко все легко даже ребенок справляется и самое главное она не откроется сама по себе не как ее нужно вот здесь в дорогу хорошо брать удобная штучка но и последнее показывай сама это тебе взяла я держи гигиеническая помада причем она сделана вот такое впечатление что это настоящая маленькое мороженое пахнет хорошо чем малиной ну не знаю в общем не кажется что пахнет малиной и последнее тоже и для анютки для нас всех наклейки подожди тату вот здесь нарисована инструкция как ими пользоваться ну что что нибудь сделаем тебе на ручку да выбирай тогда выбирайте с мамой нарезаем красивый тату так ручку кладем ватный диск намочили куда тебе анют не тогда вот так вот не видно вот так снимаем плюночку так так кладем сверху мокрый влажный ватный диск немного держим так готово сейчас только пусть высохнет вот такой так и вот такая шляпа вот такая шляпа можно как угодно ее сделать можно так и будут глаза защищены от солнца и даже нос можно наверх я вот люблю когда вот так вот что-то типа того как то так жесткие держат форму как ее поставишь загнешь так она и будет в общем хорошая шляпка бейсболка отрегулировала по голове там очень легко и просто все вот здесь и перетягиваешь куда удобно а хвостик потом можно убрать вот сюда вот сюда раз уж мы здесь давай покажем какие мама купила нам сюда галоши или как они я даже не знаю наверное галоши потому что у меня уже одни такие старые-старые вот какие классные яркие мама брала один 38 взяла размер другой что-то большеватый 39 в общем вот такие классные штучки на смену старым ну старые тоже конечно выбрасывать как всегда жалко я к ним привыкла соба женские называются Анечка они называются Анна нет а нет такие красивые мама нам купила сюда на дачу да? хорошая собачь дождь пошел дождик нужен мы сегодня проделали такую работу ополовинили сосну вот здесь все расчистили чтобы было свободно проходить сразу так просторно дорожка кажется широкой вокруг все почистили много срезали секатором сейчас дождь пошел а была такая жара сейчас полегче да еще сегодня покосили вот это надо будет убирать но они вот не отламываются качаетесь маленькие мои хосты цветут вовсю все-таки коники макушки мы спилили похоже что погибает дождик что может человек а если не в нашей ногой то тогда не новый человек просто не в нашей это не в нашей ноге Утренний сад самый прекрасный, даже не хочется ничего говорить. Ночью был небольшой дождь, все еще мокрое. Субтитры сделал DimaTorzok Доска. Ты решил делать все-таки? А сколько у нас таких? Много? Да, все равно лежат, портятся, но они, конечно, не под дождем. Единственное, что тут придется много растений убирать, иначе все засыпали здесь. Трамбой ухожу каждый раз. Столько настригла веток от сосны. Можжевильник убрали с дороги. Все заняты своим делом. Новый день приносит, как правило, новые дела. Субтитры сделал DimaTorzok можно и убрать. Все высохло, уберу сейчас. Я вчера помыла как следует. Субтитры сделал DimaTorzok Слава делает короб для водоема. Субтитры сделал DimaTorzok Пять штук тебе еще таких? А для чего ты мылом смазываешь, Ань? Чтобы лучше крепилось. Понятно. Мы помощница дедушкина. Так лучше идет по мылу, да? А теперь небольшой перерыв. Традиционный кофе. И снова за дела у каждого свои. Меня напасали. Вот раздолье тут. Меня разрисовали. Кто тебя разрисовал? Меня написали в другую страну. Пока покрываем тем цветом, который есть. Это пропитка цвет сосна. А вообще надо, наверное, темно-коричневую сделать, чтобы в глаза не бросалось. Желтый цвет будет такой же яркий, как у нас дом раньше был. Желтой пропиткой. Желтой пропиткой. Я еще ползахозблоком навела такой порядок. Жасмин подрезала. Прямо сформировала такие красивые кустики. Завтра надо будет разобрать там всякие железки. Посмотреть, что на выброс, что оставить. Давай сметанки еще положим. И после обеда снова за дела. Сегодня у нас пасмурно. Пасмурно. Может, даже дождь будет целый день. Ну, по крайней мере, так обещают. Сейчас покажу, что сделали. Но это, конечно, еще все наметки, все сырое. Я буду подсаживать какие-то растения, что-то придумывать. Не могу сказать сто процентов, что мне это нравится. И в то же время не могу сказать, что не нравится. Растения стали более яркими на фоне этой опалубки деревянной. Цвет, конечно, будет не этот. Мне бы больше нравился обычный цвет, когда доски долго лежат под дождем, снегом такой серебристый, серый. В общем, не знаю. Специально не стали делать опалубку такого размера, чтобы охватить весь водоем. Была бы очень большая конструкция, и много растений бы пострадало. Ну, посмотрим. Пока так. Что тут у нас с огурцами? Ой, этот надо уже срывать. Уже большой. Как раз сегодня в окружку порежем. Если даже эта конструкция не пригодится под водоем, из нее можно прекрасно сделать грядку. Вот именно такой высоты очень удобная грядка получится. Ну, вот так пока. Пока так. Анюка, вчера с этой улиткой бегала, 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 бегала. То туда ее поставят, то сюда. У меня все варится для окружки. Вареники я накрутила уже. Они-то их любят. Вот сколько сегодня сделала. Ну что, сварилось там все для окружки, да? Прекрасно. Сейчас в магазине немного продуктов подкупим. И на обед сегодня будет окрошка. Нет, сейчас сейчас вы Declaration Китинка. Я ничего не думаю, что я хочу. Все бывает. Война Сибирь. Я покажу. Я помню. Я не могу. Я буду. Я, я хочу. Я хочу. Вот. Наши. Я хочу. Продолжение следует...